ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ В антикоррупционной Санта-Барбаре. Наконец-то серьезное событие. Верховная Рада отдала больше 300 голосов за президентский законопроект об антикоррупционном суде. И днем, и ночью продолжались переговоры с кредиторами. Политики круглосуточно искали компромисс. Но вот такого результата на табло не ожидали даже самые опытные политические эксперты. Что стоит за таким необычным единодушием депутатов? Разбиралась в антикоррупционной драматургии моя коллега Екатерина Лысенко. 315 за. Давно такого не было в этих стенах. А если добавить еще две карточки, не сработавшие при голосовании депутатов Найемой Южаниной, то и вообще 317. Антикоррупционный суд оказался рекордсменом по парламентской поддержке. Хотя еще в начале недели о таком финале даже и мыслей не было. Трибуна практически пустая. Спикера нет. Первого заступника спикера нет. Двое третин в зале людей нет. Сидит Ирина Герасченко одна. В зале реально 50 людей и голосуются поправки в 35-40 голосов. Нужно просто показать процесс, чтобы потом не было претензий. Замаскировавшись двумя тысячами поправок, согласовывали одну ключевую. О роли Совета международных экспертов при отборе кандидатов в суде. Западные кредиторы настаивали на их стопроцентном влиянии. Депутаты сопротивлялись. Но на кону был слишком большой куш продолжение сотрудничества с МВФ. Без подачи спикпрацей МВФ и доступа к других джерел кредитования, связанных с этой программой, в стране будет экономический коллапс. В червне повертать величезные, величезные бурги. Мы без перебольшения находимся в передефолтном стане. Поэтому увлекания каждого тижня, оно вартует очень много. Пытания же не только в МВФ. Я обратил внимание, что это закрывает двери на współпрость с Союзным банком. Еще один аргумент – ультиматум от премьера. Цей суд справедливый, независимый, не будет утвержден. Я складу себе повноважение премьер-министра Украины. Ждали депутаты вмешательства президента. Я так смотрю, будет дополнительная мотивация президента. Можливо, кому-то он не зателефонует, кто не будет голосовать. Можливо, кого-то переконяет. Утром в четверг президент уже был в парламенте на заседании фракции БПП. А потом уже и в зале. Сегодня голосование за антикоррупционный суд – лакмусовый папирец для каждого народного депутата. Потому что сегодня мы завершаем создание эффективной, прозорой антикоррупционной инфраструктуры. Я не имею никакого сомнева, что сегодня Верховная Рада Украины продемонстрирует ответственность и способность принятия законопроекту про антикоррупционный суд. Ну а дальше события развивались максимально быстро. Профильный комитет за полтора часа согласовал ключевую поправку со схемой отбора антикоррупционных судей. Документ быстро раздали на руки депутатам и вынесли на голосование. Мы делаем безпрецедентное решение. Мы вводим норму, залучивая международных экспертов до тех экспертов, которые будут выбирать судей в антикоррупционный суд. За инициативой не менее трех членов Громадской Рады международных экспертов, вопрос о соответствии любого кандидата на посаду судей Верховного антикоррупционного суду разглядывается на специальном спильном заседании ВКК Судей Украины и Громадской Рады международных экспертов. Решение, что до соответствия такого кандидата, этим критериям, ухваливается большинство от спильного склада ВКК Судей. На табло впечатляющий результат. АПЛОДИСМЕНТЫ Это победа. ПЕРЕМОГА УКРАИНИ! ПЕРЕМОГА УКРАИНСКОГО НАРОДУ! МОЯ ПЕРЕМОГА, КАК ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНИ! ПЕРЕМОГА УКРАИНСКОГО ПАРЛАМЕНТУ! ПЕРЕМОГА УКРАИНСКОГО УРЯДУ! Необычным оказался и состав тех, кто отдал свои голоса за президентский законопроект. Еще за несколько часов до голосования депутаты от Батьковщины намекали, что поддерживать антикоррупционный суд в таком виде не желают. Но в решающий момент все-таки проголосовали за. Та же история и с Авапомичу. Там до последнего сомневались. Строго против документа выступил оппозиционный блок. Створение окремных судей забороняется статьей 125 Конституции. Створение окремного взятого суда, вот скажут, что он будет честным. Доброе, а что делать с другими судами? Куда идти людям в другие суды, если они остаются не реформованы? То у нас была властная позиция с этого привода, мы ее отстойвали и мы проголосовали против. Эти действия связаны со спорами в отношении формулированных в этом законе. Это взаимоотношения с МВФ и дополнительное усиление внешнего управления. Для нашей страны, а реальной борьбы с коррупцией, реального повышения уровня наших граждан, реального выхода страны из кризиса, это не достойно. Тем не менее, документ принят, но оказывается, что и этого мало. Чтобы суд сформировать, понадобится как минимум еще один закон. В этом законопроекте есть такая норма, что суд не создается, пока президент не внесет еще один законопроект про создание. Думаю, что много этих людей втешают себя тем, что пока еще будет закон про создание антикоррупционного суду, пока начнут его создать, пока деньги выделят, пока помещение выделят, пока процедура запрацует. По сути, это фактически создается первый орган, который будет работать в абсолютно закрытом режиме. В закрытом в понимании того, что доступа до судов не будет никакого. Это люди, которые будут под целодобовой охраной. Ну и пока в зале оставался потенциал для голосования, вынесли на рассмотрение и вопрос об аудиторе для НАБУ. Еще одна история, которая тянулась очень долго. По квоте Верховной Рады назначен Владимир Василенко. Опытный юрист, он представлял Украину в Совете ООН по правам человека и участвовал в работе трибунала по бывшей Югославии. Второй кандидат, американец Том Файерстоун, голосов не набрал. Теперь принятые решения ушли на ревизию в МВФ. Свои выводы по антикоррупционному суду кредиторы обещают уже в ближайшее время. Екатерина Лысенко, Вадим Сферидонов, Василий Миновщиков. Подробности недели, телеканал Интер. Кстати, сегодня и нардеп Мустафа Наем заявил, что принятого законопроекта об антикоррупционном суде недостаточно. Оказывается, нужен еще один закон, который, по словам Наема, создаст этот суд физически и юридически. Мол, закон о судоустройстве обязывает депутатов принять еще и отдельный документ под запуск антикоррупционного суда. Странно, но еще вчера никто не говорил, что необходимо два законопроекта. В итоге, по главному спорному вопросу, по какой же схеме отбирать судей первого состава антикоррупционного суда, удалось прийти к очень запутанному компромиссу. Формально выглядит он так. Совет международных экспертов, в состав которого войдут 6 человек, получит возможность блокировать недостойных кандидатов в суде. Но делать это международники будут не сами, а совместно с высшей квалификационной комиссией судей. Чтобы вета сработала, против кандидата должны выступить три члена совета экспертов и большинство квалификационной комиссии. Сам этот совет международных экспертов, можно сказать, детище западных кредиторов Украины. Пока непонятно, кто конкретно войдет в этот совет, но депутаты прописали в законе, что его членами могут быть и граждане Украины. Хотя еще недавно предполагалось, что международниками могут быть только иностранные специалисты. Весь процесс создания нового суда при идеальном развитии событий займет почти год. 25 дней для подачи заявок кандидатами в суде, еще 3 месяца на проверку заявок, столько же на работу комиссии по отбору и еще 3 месяца сам отбор и финальная проверка кандидатов. Всего судей в антикоррупционном суде должно быть 35. 10 из них будут работать в апелляционной палате и рассматривать только дела топ-коррупционеров, которые расследуют НАБУ. Судьям определили и достойную зарплату, чтобы они могли устоять перед искушением брать взятки до 12 тысяч долларов в месяц. Это на уровне, например, с новыми зарплатами в Верховном суде. Главу антикоррупционного суда выберут сами судьи. Вопрос только когда? Директор антикоррупционного бюро Артем Сытник уже прокомментировал решение депутатов. Призывает контролировать процесс создания нового суда. Редити очень рано, потому что никто не видит финальный текст этого закона. Мы знаем, что в парламенте иногда тексти выходят такие, совсем не те, за которые голосовали. Это по-перше. По-друге, это лишь первый крок для создания этой институции. Попереду еще очень долгий шлях до формирования этой институции, где также очень много рисков. Поэтому моя позиция такая, что без контроля общества, без контроля международных партнеров, риск отримать суд, который будет зависимый, который, снова таки, будет вместить риски, которые сейчас имеются в судах в первой инстанции, которые слушают наши дела, эти риски не уменьшатся. Поправки к действующему законодательству нужны и для начала работы аудиторов НАБУ. Об этом сказал журналистам Владимир Василенко, которого депутаты избрали по своей квоте на должность аудитора. Василенко считает, что трем аудиторам не по силам весь объем работы. Я процитирую, нужен какой-то штат, какие-то специалисты на контракте. Ведь проверять работу НАБУ нужно сразу за три года, еще со старта в 2015 году. Итак, когда антикоррупционный суд может заработать и не станет ли процесс его создания очередным сезоном антикоррупционного сериала, в котором скандалов будет больше, чем смысла? Вот об этом давайте поговорим с нашими гостями. Сергей Березенко, замглавы фракции Блок Петра Порошенко, один из самых информированных депутатов, не правда ли Сергей? И политический эксперт Александр Решмидилов пришли сегодня в студию подробностей недели. Здравствуйте. Сергей, ну давайте начнем с прогноза, вот когда реально может заработать все-таки антикоррупционный суд? Ну, по-перше, я всех вітаю украинцев с тем, что все-таки ця АПП и закончилась, антикоррупционный суд принят. И очень много было скептиков, которые говорили, что это никогда не будет, это всегда будет зрада. И большая количество депутатов, больше 300, больше конституционного, больше... 317, мы им аплодируем, Сергей. 315 плюс 2. 317, мы считаем, что эта процедура займа от 6 до 10 месяцев. Это абсолютно объективная история. Подивите аналогию по Верховному суду. Первых 120 судей было выбрано, чтобы запустить Верховный суд. Процедура зайняла близко года. Враховую, что мы будем выбирать, мы, я имею в виду, мы, это держава. А, согласно процедуре, которая выписана в законе про антикоррупционный суд, 35 человек. Оптимистичные прогнозы 6 месяцев, более пестимистичные до 10 месяцев. По-другому, это не возможно. Финальный текст принятого документа. Как вы считаете, насколько он удовлетворит западных кредиторов? Может, не останется претензий больше? Вы знаете, если мы говорим про МВФ, наших партнеров, с которыми мы провели перемоги, то они, безусловно, всегда посылались на рекомендации Венецианской комиссии. Вы слышали все заявы Джанни Букиккио, директора Венецианской комиссии, который сказал, что они feel satisfaction and joy, что в перекладе означает, что они чувствуют полное удовлетворение и даже радость от того процесса, который прошел в Верховной Раде и от тексту закону, который был принят. То есть, все рекомендации Венецианской комиссии были врахованы. Я уверен, что это будет значительный аргумент для наших партнеров, в том числе по МВФ. Для того, чтобы принять понимание того факта, что антикоррупционный суд созданный, и продолжить с нами четкую программу расширенного финансирования по кредитам МВФ. Это даст нам возможность получать другие кредиты и усиливать экономику, усиливать наши золотовалютные резервы и держать стабильную результат. Александра, вопрос вам. Вы человек, который давно следит за политической жизнью в Украине. Вы припоминаете случай подобного принятия законов Верховной Раде? С ночными обсуждениями с кредиторами западными нашими по скайпу, с многомесячными сначала уговорами этими кредиторами украинцев, а потом уже просто откровенно экономическим шантажем, что дальше денег не будет от МВФ. И второй вопрос. Не станет ли теперь вот такое давление нормой, в общем-то, для украинского политикума? Ну, дело в том, что такое, скажем так, пристальное внимание западных партнеров не новое. То, что они стали более активно, скажем так, даже где-то в какой-то степени навязчиво проявлять свои инициативы, это есть. Примеры. Помните, когда инициативы по Донбассу голосовались, тоже у нас то не было голосов, токуларно не могли договориться, всячески вызывали глав фракции, но был еще и случай, когда президента вызывали послы иностранных государств заранее, скажем так, накануне, да, и тоже всячески объясняли свою позицию, тем самым все равно додавливая, попытаясь как бы максимально мобилизировать. Мы же видим, что президент своим присутствием в стенах Верховной Рады тоже пытается, скажем так, и повысить явку, и, скажем так, максимально мобилизировать. Да, он максимально себя попытался отождествлять как раз с этой темой антикоррупционной вертикалью, и всячески ее курировал. Но это не меняет того, что президент своим присутствием и таким, скажем так, ну, с одной стороны, авторитетом, весом и всеми остальными возможными рычагами давления на законотворцев тоже додавливает, но не без участия Запада. Это может стать негативной практикой того, что это в дальнейшем будет все чаще встречаться. То есть сначала это редкие случаи, скажем так, даже где-то вызывающие возмущение в... То есть влияние на внутренние процессы, то есть это внешние какие-то такие рычаги, которые могут в дальнейшем пагубную практику устраивать. Александр, многие депутаты в споре об антикоррупционном суде говорили о его неконституционности. Все-таки Конституция у нас прямо запрещает создание чрезвычайных и особых судов. Есть сейчас возможность, что, ну, несогласные пойдут в суд уже конституционный, и таким образом этот закон может быть отменен? На самом деле рассмотрение, скажем так, вердикт Конституционного суда может позволить дать какой-то временной люфт, да, и затягивать. То есть мы тогда идем по логике не просто там до 10 месяцев, это может с учетом экспертиз, с учетом решения Конституционного суда добавить дополнительное время. Тогда мы увеличиваем запуск еще где-то на год-полтора. Соответственно, увеличиваем в два раза те даже пессимистичные прогнозы, о которых говорит господин Березенко. Поэтому надо понимать, что такой, как возможность, да, такая тоже существует. Особенно там разночтения были в видении президента, который говорил тоже о неконституционности, и те моменты, на которые указывали оппозиционные фракции, говоря о том, что все-таки вот эти специализированные другие суды у нас по Конституции запрещены. То есть Конституционный суд свое еще слова не сказал. А вы что скажете? Я буду дать. 125 стаття Конституции, на которую посылается, говорит про прямую заборону створения надзвичайных и специальных судов. А антикоррупционный суд – это специализованный суд, который при изменениях до Конституции, если вы помните, в частине судочинства и голосования закону про судоустрий, был четко там вписан, как специализованный суд. Так же, как и высший суд защиту прав интеллектуальной власти. Пока это звучит все-таки, согласитесь, как игра слов. Нет, абсолютно нет. Это форма, которая также записана как специализированные суды в Конституцию. Поэтому это вопрос абсолютно чистое с точки зрения в Конституционном суде. Нас больше интересовало вопроса роли и вплива Международной Ради экспертов с точки зрения оскаржения в Конституционном суде. Потому что те варианты, которые предложили, они фактически выводили за процесс ВККС как законный конституционный орган. И там было достаточно в предыдущих вариантов, всего-навсего, Международной Ради судов, чтобы выбирать любого судя. И как раз тут был риск, что будет 100% подание народных депутатов, которые не голосовали в Конституционный суд. И у Конституционного суду не было бы жодного другого варианта, кроме, как вы знаете, этот закон неправильным. А что с точки зрения того, чего был там президент, то я, как вы сказали, по информованию депутат, хочу вам сказать, что ранее в парламенте не было такого повального настроя голосовать за этот закон. И как раз я витаю бажание Петра Алексеевича Порошенко быть в зале, говорить, выставить позицию. И он, в том числе, схилил в Терезе большинство депутатов, которых сомневались, как раз на користь створения. Поэтому мы имеем 315 голосов. На 317 еще двое депутатов уже потом написали заявление. Так что все-таки результат 317. Последний вопрос у меня к вам, если можно, коротко. Судьба Министерства финансов. Данилюка вы отправили в отставку. Как долго Маркарова будет исполняющим обязанностей? И назначит ли ее министром? Или, в подвешенном состоянии, она и проживет до, например, следующих парламентских выборов? Ну, очень бы хотелось, чтобы все-таки кадровые вопросы появились в Верховной Раде. Мы про это давно говорим. И не только вопрос урядов, а еще и вопрос о голосовании новых членов ЦВК, которое уже перезрело, членов от парламента до Конституционного суда. А что касается Маркарова, то у нас, на жаль, в стране на сегодня министры, которые работают с представкой ВО, достаточно поширено явище. И это плохо. И мы будем просить обратиться к коалиции, к руководству коалиции и обратиться к премьер-министра внести расширенный пакет кадровых пропозиций. Бо, как вы знаете, у нас уже, кажется, 5 министров, которые имеют такую представку. Сьогодні у нас еще и Данилюк появился, который пошел от Ставки, и Ямаркарова. И у нас еще кадровые вопросы по Министерству ветеранов, которые я также враховываю, потому что есть соответствия голосовании Верховной Рады с возвращением внести. Это, как минимум, 5 министерств, которые должны быть решены. И это не все важные вопросы, которые у вас зависит? А сколько работать осталось вам? До 13 липня. До 13 липня это и теждень будет остаток. Я посмотрим. Будет интересно посмотреть, сколько вы успеете в Верховной Раде сделать до каникул. Спасибо. Сергей Березенко, замглавы фракции Блок Петра Порошенко, Александр Ильич Медилов, отвечали на мои вопросы. Ну вот, кстати, сам Международный валютный фонд, судьба отправленного в отставку министра финансов Александра Данилюка, особо не волнует, кажется. Такой вывод можно сделать из заявления Джерри Райса, представителя фонда. На брифинге в Вашингтоне Райс подчеркнул, МВФ волнует не персоналии, а конкретные решения. Кредиторы ожидают от Минфина, что именно это ведомство будет определять фискальную политику в Украине и выполнять достигнутые ранее договоренности с фондом. Ну а что с самим Данилюком? Как вообще так получилось, что он заработал отставку? Причем получилось все, ну очень стремительно. На решение вопроса Верховной Раде ушло, ну, по-моему, не более получаса. Разбор полетов в нашей справке. Как потерять министерский портфель? Перевести кулуарный конфликт в публичный. Именно так кратко можно охарактеризовать ситуацию с министром финансов Александром Данилюком. Скандалы с Данилюком в правительстве были и раньше, но в последнее время он вошел с премьером в Клинч. Повторный момент произошел на заседании Кабмина 23 мая. Главный финансист страны в который раз потребовал назначить своим замом Яну Бугримову. Разговор с Владимиром Гройсманом вышел настолько резким, что даже трансляцию заседания прервать пришлось. Но вот сам конфликт поставить на паузу не удалось. Более того, Данилюк вывел его на международный уровень. 31 мая он пожаловался на премьер-министра послам стран Большой Семерки в письме, как раз в канун переговора в Брюсселе про выделение Украине миллиарда евро макрофинансовой помощи. Я так и не зрозумел его выпад на заседании уряду что до провокования абсолютно эмоциональной непристойной поведенки. Больше того, когда я после этой нарады в уряде прилетел в Брюссель вести перемоги, это очень важный. Меня встречал лист министра финансов, для меня вообще не зрозумелый, на мой взгляд, даже неадекватный. И уже через несколько дней глава правительства сделал ответный ход, подписал и передал в парламент представление на увольнение Александра Данилюка. Премьер обвинил своего министра в том, что он распространил искривленную информацию и поставил под угрозу важные переговоры с ЕС. Данилюк, в свою очередь, стал жаловаться на колоссальное давление. Нема людина, нема проблем. Але в 21-му столетия такие принципы вырешения системных проблем не пра-с-с-ю-ют. Треба приймати державницкие решения. Час Чена стал на этой неделе в четверг. Парламент взялся за Данилюка по ускоренной процедуре. За полчаса министра финансов отправили в отставку. И в тот же день назначили исполнителя обязанностей главы Минфина. Им стала первый зам Данилюка Оксана Маркарова. Оксана Маркарова работает в Министерстве финансов еще с 2015 года. Ей удалось избежать скандалов. Политики даже называют ее дипломатом в Минфине. Настолько хорошие рабочие отношения ей удалось наладить и со сторонниками, и с оппонентами действующего правительства. Своими задачами в Минфине Маркарова называют сокращение дефицита бюджета и поддержку экономического роста. Это и реформа администрувания податков и митницы, которую нужно преодолевать. Это и создание нового органа финансовых расследований. Это, в целом, уменьшение тиска на сумлённый бизнес. Это и обговорение более широкого, безусловно, податкового законодательства. Тут же надзвичайно важливо. Я вижу завершенные реформы государственных банков и запроведение в них корпоративного управления и залучение инвесторов. И сподіваюсь, что тут результаты будут уже в этом году. Нардеп Сергей Каплин побывал сегодня на допросе в НАБУ с документами и материалами десятков журналистских расследований. Говорил о другом депутате, Вадиме Рабинович. И чем закончится расследование, смотрите далее. Из телезвёзд в топ-коррупционеры. Уголовно-процессуальный путь Вадима Рабиновича близится к финалу. Специализированная антикоррупционная прокуратура уже получила представление от агентства по электронным декларациям с материалами на Рабиновича. У нас есть непровержимые доказательства его имущественных и земельных махинаций, его фёр и всевозможных злоупотреблений в банковской сфере, кредитов, которых он не возвращает и так далее. Факты проверить может каждый. Рабинович несколько раз исправлял свою электронную декларацию, но и всё равно утаил часть имущества. А это уголовная ответственность. То приуменьшил свою долю в коммерческой компании, то не отчитался о земельных участках. Рабинович перемудрил и с кредитом. Показал почти 23 миллиона гривен якобы от продажи земли российскому бизнесмену. Там и цена завышенная, и сделка не завершилась, а деньги уже перечислены. Честному следователю материалов хватит. Очевидно, это попытка легализовать свои траты и имущественное состояние в будущем. Ибо многие воспринимают вот эти декларации как нулевую декларацию, как возможность легализовать то, что наскирдовано тяжким непосильным депутатским трудом. Попался Рабинович даже на махинациях с землей в Бабьем Яре. Еще в 2008 году при мэре Киева Черновецком Рабинович за один день получил участок земли по договору аренды, которого даже физически не существовало, и через суды легализовал участок за собой. Чиновники Черновецкого, понятно, не сопротивлялись. Десять лет Рабинович продержал эту землю в собственности, а затем продал. Солидной организацией, решившей начать строительство мемориала в Бабьем Яре. Сделку провернул и даже на мемориале заработал. Я даже честно вам скажу, я сам много задумываюсь, что я здесь делаю. Несмотря на вот такие махинации, Вадим Рабинович все еще пользуется своим израильским паспортом. Двойное гражданство – это еще один источник неприятностей для телезвезды. Может, Рабинович об этом иногда и забывает, но формально он еще и депутат. НАБУ уже получила все материалы об израильском паспорте Рабиновича. После попадания всех этих обвинений в специализированную антикоррупционную прокуратуру, следующий шаг только один – представление на снятие неприкосновенности. В этом созыве Верховной Рады такие представления не редкость. Генеральный прокурор Юрий Луценко всегда без задержек отправляет документы в парламент. И даже сейчас ждут решения о снятии неприкосновенности представления сразу на нескольких депутатов. Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова и Сергея Дунаева. Но если по ним материалы забуксовали даже на уровне регламентного комитета, просто потому, что уж слишком сомнительные, то по Рабиновичу рассмотрение может быть и быстрее, и результативнее. Уж слишком наследил. Это подробности недели, и вот о каких темах мы и говорим далее в нашей программе. Линчевать Линчевского. Обрекает ли Минстраб онкобольных на верную смерть? И чем закончится громкий скандал? Квартирный вопрос. Как купить жилье, не погрязнув в драконовских кредитах? И не стать жертвой аферистов? Алкогольное обострение на украинских дорогах. Почему пьяные аварии продолжают убивать украинцев? И как отрезвить наших водителей? Появилась ясность и в том, какие международные организации делегируют экспертов в тот самый совет, который будет заниматься отбором судей для антикоррупционного суда. Их назвал президент Украины Петр Порошенко. Высшая квалификационная комиссия судей проведет конкурс с залучением Ради международных экспертов. Ради международных экспертов, которые будут делегованы международными организациями, в которых Украина как государство берет участь, которые специализуются на борьбе с коррупцией, это такие, как ОБСЄ, Рада Европы, Европейский Союз, потому что договор о ассоциации с Европейским Союзом включает раздел о борьбе с коррупцией. И международные эксперты, которые будут делегованы этими авторитетными организациями, эксперты, которые имеют опыт судебской деятельности международной, будут брать участь в том, чтобы обеспечить прозорость и независимость выбора. Ну что ж, будем наблюдать за формированием этого международного совета экспертов. Все-таки это первый опыт столь тесного сотрудничества Украины и международных организаций при отборе украинских должностных лиц. Ну, а пока продолжаем обсуждение итогов пленарной недели. Юрий Бойко, лидер оппозиционного блока у нас в гостях. Здравствуйте, Юрий Анатольевич. Добрый вечер. Ну, вы как оцениваете голосование Верховной Ради на этой неделе? Все-таки 317 голосов за антикоррупционный суд, это много. Вот мне интересно, как удалось собрать такое количество? Ну, вообще, это было уникальное явление, поскольку парламент принял решение, нарушающего Конституцию, причем это нарушение проходило под руководством гаранта Конституции президента страны, потому что парламент не имел права, согласно статье 125 Конституции, делать отдельный, специализированный суд какой-то. Это противоречит Конституции. Тем не менее, это произошло в нарушении основного закона нашей страны. И что цинизм в том, что сам гарант Конституции все это осветил. А по сути, это создание отдельного суда, который, типа, будет справедливым, а остальная судебная реформа, судебная система останется нереформированной. За что голосовали больше года назад 335 депутатов в зале? За реформу судебной системы. Люди не верят в судебную систему, люди не верят в судебную систему и требовали реформирования. Сегодня 1% только считает, что она справедливая. И наша фракция тоже это поддержала тогда. Так вот, вместо того, чтобы реформировать и всю систему сделать честной, справедливой, выделили отдельно взятый суд, разменяли его создание на кредит от МВФ миллиард долларов и сказали, что так надо. Мы категорически были против, мы голосовали против этого решения, поскольку она не отвечает неинтересам страны и противоречит Конституции. Ну а ваш прогноз до Конституционного суда, история с созданием антикоррупционного суда, дойдет или нет? У меня очень большие вопросы по сегодняшнему Конституционному суду. Он практически работает так же плохо, как и предыдущий состав, потому что он за весь прошлый год рассмотрел и вынес только одно решение. Вот они сейчас начали как-то, говоря бытовым языком, шевелиться, но мы видим, что он полностью находится под контролем администрации президента и рассчитывать на объективное рассмотрение случаев нарушения Конституции сложно. Тем не менее, мы будем с ними работать и будем требовать, чтобы они защищали Конституцию, потому что если пример нарушения подает сам парламент, то это безобразие. Но вы говорите о том, что обменяли на траншат МВФ. Как вы думаете, кредиторы сейчас наградят все-таки наших политиков этим траншем за выполнение законопроекта? Наверное, кредиторы требуют еще поднятия цен на нас. Еще два требования есть. И это самое больное, потому что сегодня люди не в состоянии платить эти цены и сократить социальные выплаты. То есть вот тупое следование рекомендациям МВФ однозначно приводило к социальному взрыву. Поэтому наша фракция считает, и давно уже мы пришли к этому мнению, что в таких условиях сегодняшнее сотрудничество с МВФ для нас вредно. Я считаю, что те условия, которые выдвигает МВФ, для нас неприемлемы. Хорошо. Вы затронули действительно болезненный вопрос. Это социальные выплаты. Сейчас просматривается тенденция к сокращению выплат субсидий. К осени вполне может оказаться, что суммы и люди, которые получают эту помощь, сократятся вдвое. Можно как-то это на сегодняшний день остановить или нет? Это все следствие бездумного на грани преступления поднятия коммунальных тарифов и стоимости газа. Это делало предыдущее правительство. И эту же практику продолжило это. Правительство, причем, абсолютно нет логики никакой, кроме желания что-то там украсть или заработать для нефтегаза того, чтобы поднимать в 8 раз стоимость газа, собственно, добычи. Это противоречит всем законам страны. Поэтому, а когда стало ясно, что всю страну посадили на субсидии, когда стало ясно, что субсидий не хватает, начали придумывать разные методы для того, чтобы обрезать количество людей, которые эти субсидии получают. Ну, как пример. Вот если человек живет в квартире 122 квадратных метра, выше 120, то он не имеет права на субсидию. А теперь представьте себе, семья из 6 человек живет в квартире 122 квадратных метра, и они не получают субсидию, а один человек, который живет в квартире 118 квадратных метров, он эту субсидию может... Неделю или две назад мы показывали сюжет, когда женщина попала в такую ситуацию из-за 30 сантиметров. Совершенно верно. Пример с машинами. Если человек имеет 4-летний Ланос, он не имеет права на субсидию. А тот, у кого 6-летний Бентли, тот имеет право. И таких глупостей очень много. Это все следствие того, что бездумно подняли тарифы. Нельзя было этого делать. И дискуссия сегодня может идти только в сторону уменьшения тарифов в 2 раза. Тогда люди смогут платить. А сегодня уже 30 миллиардов неплатежей. Люди просто не в состоянии платить. Осталось совсем немного до каникул Верховной Рады. Какие вопросы еще можно решить? На чем стоит сосредоточиться? Ну, прежде всего, мы должны решить вопросы социальные. Это поддержка переселенцев. Есть законопроект, который дает им возможность голосовать, чтобы они чувствовали себя полноценными гражданами. Сегодня они лишены этого права. Это законы чернобыльцев поддержки, поскольку хватит уже вспоминать о них только в годовщину трагедии. Это поддержка детских домов семейного типа. Мы унесли постановление, которое дает поддержку этим людям, которые выполняют благородное дело и дают путевку в жизнь детям, которые остались без отца, без матери, их 70 тысяч в стороне. То есть мы считаем, что это должны быть социальные законы. Сосредоточиться на них. Спасибо вам за эти ответы. Юрий Бойко, лидер оппозиционного блока, был гостем подробностей недели. Я хотел бы отметить, что в этом году еще, наверное, не было итоговой программы, в которой не упоминали бы тему МВФ. Это уже как физические константы. Кредиты для Украины превратились в какую-то фундаментальную информационную величину, без которой невозможно делать новости. Но вообще тема кредитов ведь гораздо шире и намного приземленнее. Вот простой вопрос. Как купить жилье? В западных странах самый популярный ответ – кредит. В нашей стране да все что угодно, только не кредит. Почему так? Почему то, что нормально для Европы, у нас превратилось в обдираловку? О том, как сделать ипотеку доступнее, Евгения Коваленко расскажет. Стать солидным владельцем квартиры или дома. Довго, нудно, тяжело, очень тяжело. Не без помощи семьи. Для многих это несбыточная мечта. Купить собственное жилье в Украине не просто, а в столице тем более. Ведь при средней зарплате в 10 тысяч гривен копить, при этом не есть и не пить, придется как минимум 10 лет. Получается жилищное уравнение, несовместимое с жизнью. Другой вариант – банковский кредит. Но и тут проблема. Это дорого и рискованно. В Украине средняя ставка по ипотеке более 20% годовых. Да и то, первый взнос должен быть не менее 30% стоимости квартиры. Максимальный срок кредитования – 20 лет. А переплаты – фантастические. К примеру, вы хотите купить скромную квартиру в полмиллиона гривен. Нужна ипотека на 10 лет. 200 тысяч необходимо заплатить сразу, а потом ежемесячно выплачивать более 6 тысяч гривен. В результате за 10 лет вы отдадите банку не 300 тысяч займа, а больше 600. Поэтому многие покупатели с банками не связываются. Либо одалживают деньги, либо едут на заработки за границу. Или же оформляют рассрочку у застройщика. Там процентная ставка ниже. Но для всех желающих сэкономить одна дорога в пригород. Чем дальше от столицы, тем цена квартир меньше. А вот метраж, наоборот, больше. Но практически за те же деньги. Молодая пара Юлия и Максим недавно купили квартиру в селе Крюковщина под Киевом. Цены – наши стены. Пока здесь только стены. 40 квадратных метров им обошлись в 28 тысяч долларов. Деньги с помощью родителей собирали три года. И для этого пришлось много экономить и очень много работать, говорит Максим. Он – телерадиоведущий. Жена – дизайнер-флорист. Квартиру выбрали в пригороде, потому что так дешевле. Но теперь у семьи новый финансовый вызов – ремонт. Максим и Юля снова собирают деньги. Обойдется он почти в полцены их квартиры. Здесь будет кровать. Здесь будет шкаф. Здесь, может, какая-то зона будет с крестным столиком для кофе. Либо на балкончике, на лоджии, чтобы встречать и провожать рассвет. Вот я готов просто сюда поставить уже матрас и просыпаться с этим видом. И не важно, что здесь еще нет уборных. Я буду ходить к нас седям. Но если в Украине покупка квартиры для молодой работающей семьи – это миссия сверхтрудная, то в Европе или Америке это вообще не проблема. Бельгия. Тут приобрести жилье в кредит может почти любой работающий человек. И банки охотно кредитуют молодые пары. Дамьян со своей девушкой тоже новоселы, как киевские Максим и Юля. Они купили часть этого дома в пригороде Брюсселя 10 месяцев назад. Как раз, когда у них появился ребенок. Три этажа, пять комнат и свой дворик. Моя девушка – учительница. Я – инженер. Мы в довольно хорошем положении. Для банка нет проблем выдать нам кредит. Особенно, когда ты учитель. Это хорошая работа. В Бельгии не хватает учителей. Деньги дают, потому что знают, что бы ни случилось, ты найдешь работу. В Бельгии средняя зарплата – 2000 евро. И это после налогов. А самая дешевая квартира площадью 85 квадратных метров за городом или в спальном районе стоит от 200 тысяч евро. Обычно банки просят оплатить хотя бы 15% стоимости жилья. Дамьяну с первым взносом немного помогли родители. Мы особо не откладывали на это деньги. Просто собирали потихоньку, не очень усердно. Понимали, что потом понадобятся сбережения. Работали 4 года перед тем, как принять это решение. Ипотеку выдают на 15-25 лет. Список необходимых документов примерно такой же, как и в Украине. Но вот что кардинально отличается – это выплаты и проценты. Сумма ежемесячных платежей не должна превышать 40% чистого дохода семьи. А вот процентная ставка – внимание, от 1 до максимум 3,5% годовых. Кредитная ставка у нас, даже не помню, уже меньше 2%, где-то 1,8. Мы взяли на 25 лет. При таких условиях брать кредит выгодно. В Украине даже рассрочка не настолько заманчива. И такие процентные ставки – нормальное явление для всей Европы, Америки и Канады. Все дело в стабильности экономики. Дорогие кредиты у нас из-за высокой инфляции и рисков. Самая наша политика, что мы сделаем высокие проценты депозитов, население понесет гроши туда и тогда, а мы уменьшим инфляцию, до ничего подобного. У нас население сейчас настолько не доверяет банковской системе, необходимо поменять экономическую политику. Но пока экономические риски в Украине слишком велики. А значит, и выгодных кредитов ждать не приходится. И решить эту проблему точечно невозможно. К примеру, есть молодежные госпрограммы на покупку жилья. Но они почти не работают из-за мизерного финансирования. Она недавно заявлялась о получении 100 миллионов гривен, как о достижении. Ребята, 100 миллионов гривен на молодежные программы по доступному жилью. Это капля в море. Капля в море, которая не решает проблемы, а квартирный вопрос и дальше портит людей. И пока для украинцев базовая потребность человека. Собственное жилье – это настоящая роскошь. А бородатый анекдот о том, что для того, чтобы купить квартиру, нужно сначала продать квартиру, не теряет актуальности. Евгения Коваленко, Елена Абрамович, Марьяна Бурякова, Иван Ермаков и Евгений Каминский. Подробности недели – телеканал «Интер». Обсудим тему с Оксаной Продан, опытным экономистом и народным депутатом, которая может независимо оценивать ситуацию в нашей стране. Здравствуйте, Оксана. Спасибо, что пришли. Скажите, почему у нас такие невыгодные условия по кредитованию в банках? И что нужно сделать, чтобы банки давали кредиты на более выгодных условиях? У нас очень высокая инфляция. Насправді, банки дают кредиты в соответствии до процентной ставки, которая установлена Нацбанком. Нацбанк установляет ставку, которая должна быть выше, чем уровень инфляции. В соответствии, если в прошлом году уровень инфляции был около 14%, то обликовую ставку Нацбанк установил 17%. 17% плюс заработок банку, и мы имеем кредит не меньше, чем 19-20%. И далее, в зависимости от того, какой банк и какая в него политика. Оксана, еще когда Верховная Радия утверждали Якова Смолия, главой Нацбанка, он говорил, что депутаты должны проголосовать за несколько законопроектов, которые улучшат, вернут Украине полноценное кредитование. Вот очень интересно, что это за документы, что с ними на сегодняшний день? И вообще, что нужно еще сделать Украине, чтобы этот рынок как-то рос и развивался? Ну, на самом деле, задание главного Украины – это создать умовы для развития экономики. Смолий, когда тогда подтверждался на посаду главы Нацбанка, говорил про ряд проектов. Одна часть позволяла Нацбанку изменять регулирование работы самих банков. И они до сих пор еще не включены в порядок день, и за них нет голосов. А есть один законопроект про валютное регулирование, который спросит для экспортеров, для импортеров относительно с внешним свитою. Он в первом читании проголосованный, до второго читания поданы поправки, ждем, когда он пройдет. Но будет тогда низкая ставка по кредитам, когда будет работать экономика. Экономика будет работать, когда будет конкуренция. Сегодня на заседании в парламенте премьер-министр подтвердил, который согласился с тем, что Антимонопольный комитет не выполняет свои обязательства, и той конкуренции, которая должна быть, нет. Это то, что следующая неделя планируется давать задание на проверку работы антимонопольного. То, что делают монополисты сегодня в всех сферах, это тоже вопрос. Потому что сегодня, например, Нафтогаз отказывается поставить газ целому городу Киеву. Вот все место сегодня стоит перед монополистами и говорит, пожалуйста, дайте нам газ, потому что мы по-другому не можем жить. Нема сегодня тепла в городе, а с 1 серпня могут отключить даже светло. Потому что те, которые генеруют из газа светло для Киева, с 1 серпня не матимут газу, если Нафтогаз не дают. И вот этот монополизм, который сегодня существует, он не даёт развиваться. Это на фоне многомиллионных премий в долларах. 46 миллионов, да. То есть такие вещи, которые, с одного боку, они забирают из государства, а с другого боку, это на фоне не только премий. Им же еще Укргазвидобивание, Чорноморнафтогаз, за постановой уряда, специально для опаления продают газ. То есть только для Нафтогаза. И таких монополий есть очень много, которые не обмежаются. Это одна часть. И другая часть, мы проголосовали, все говорят про антикорупционный суд, но забывают говорить про общественную систему. Когда нет защиту права властности, никто не вкладывает. Все заховались в тени, все боятся вкладывать деньги. И говорится не только про иноземного инвестора, говорится про украинского инвестора. Поэтому будет развиваться экономика, начнет работать экономика, будет снижаться инфляция и, соответственно, снижаться ставки. Для бизнеса есть ряд программ, которые за рахунок иноземных банков, за рахунок донорской допомоги, можно где-то что-то... У нас вообще в Верховной Раде накопилось уже очень много социально-экономических вопросов, которые простимулируют, казалось бы, развитие экономики. Но их, по-моему, никто не собирается решать. Это от проблемы евроблях до земельной реформы, запуск новой службы финансовых расследований, запуск приватизации. Это когда-то вообще при этом парламенте будет решаться? Как вы считаете? Насправді, эти проекты обговорюются. Но по каждому из тех, что вы назвали, есть всегда две точки зрения. По евробляхам. Особисто я відстою опозицию, что те, которые уже заехали, нужно легализовать максимально просто для тех людей, которые заехали, сделать это. И дальше делать загальные условия для всех людей простейшие. Обговорюется система, когда предлагается вывозить машины, завозить те, что люди не смогут просто делать. Это создается еще один дополнительный бизнес. Категорично я, например, против такого, створения еще заработать на людях. Это одна часть. Есть другая часть, рынок земли. Все говорят, что это нужно делать. Это нужно делать. Но сначала нужно создать условия для защиты права власти, которых сегодня нет. Потому что сейчас у людей, которые сдали в оренду, худо-бедно, какими-то незрозумелыми договорами, они являются властями, и забрати эту землю в них неможливо. Когда отпустят рынок земли без защиты права власти, люди втратят землю. Поэтому их втратят властность. Поэтому первым кроком должен быть именно защит права власти. Это другая часть. То есть все вопросы, которые существуют, они имеют две стороны медали. Можно сделать быстро, например, провести приватизацию, загубить все, что еще до сих пор есть. И не понимает, кто купит. Те предприятия, которые, на самом деле, в том перелеке, который сейчас огласили, есть и стратегические предприятия, которые, на самом деле, нужно держать и не отдавать. Понятно. Спасибо, Оксана, за этот разговор. Оксана Прода, народный депутат и опытный экономист, отвечала на мои вопросы. Громкий скандал заместителем министра здравоохранения Александром Линчевским, близится к кадровому решению. Вот есть ли у него шанс сохранить должность? Обсудим в следующей части нашей программы после рекламы. Линчевать Линчевского. Обрекает ли Минздрав онкобольных на верную смерть? И чем закончится громкий скандал? Алкогольное обострение на украинских дорогах. Почему пьяные аварии продолжают убивать украинцев? И как отрезвить наших водителей? 12 лет неволи по приговору, шитому белыми нитками. Остался ли у Романа Сущенко шанс на освобождение после судилища в России? Вы смотрите подробности недели. Мы возвращаемся в прямой эфир. Спасай своих, все отрицай. Уже неделю именно эти слова можно назвать девизом Минздрава. Ульяна Супрун пытается погасить очередной скандал, разразившийся из-за ее команды. Причем скандал этот самый эмоциональный за все время работы Супрун в правительстве. Все из-за нескольких реплик ее зама, Александра Линчевского, о лечении онкобольных за границей. Вернее, об эффективности такого лечения. Ведь я цитирую Линчевского, они все умрут. Супрун называют происходящее охотой на ведьм. Но в открытом доступе уже есть и аудиозапись слов Линчевского и комментарии других участников злополучного заседания счетной палаты, во время которого и прозвучали скандальные слова. Давайте разбираться, что произошло на самом деле. Это Кира. Два года из своих трех она провела в больнице. У Киры острый лимфобластный ликоз. Попросту рак крови. Единственное спасение девочки – лечение за границей. А единственная надежда – на помощь неравнодушных. В Украине тысячи онкобольных, которые не могут спасти у нас в стране. Но и за рубеж государство отправляет немногих. 25% пациентов, власне, помирает. То есть каждый четвертый ликуется за кордоном неэффективно. Друзья, коллеги, это рак. Они все помрут. Они все помрут. Без вариантов. Это аудиозапись выступления заместителя, исполняющего обязанности министра здравоохранения Александра Линчевского на закрытом заседании счетной палаты. И именно эти слова стали причиной грандиозного скандала и расследования. Самослушание было еще 15 мая. Но стенограмму выступлений неделю назад выложила главный критик Минздрава, нардеп Ольга Богомолец. И это сразу взорвало интернет. Это были его слова, которые подтверждены действиями его личности. Сам Линчевский вышел к журналистам в понедельник. И сразу заявил, его фразу вырвали из контекста. Мол, наоборот, он вкладывал в эти слова совсем иной смысл. Малося на увазе. Навіть якщо ликувание лише продолжает життя, це ликувание треба робити. А патрон Линчевского Уляна Супрун даже идет наступление. И открыто обвиняет всех в манипуляциях. Вы берете лише слова, вы выриваете из контекста. Позже опубликуют полную версию заседания в формате диалога. Скандальные реплики Линчевского – это ответ на вопросы представителей расчетной палаты. Но резонанс после сказанных слов замом Супрун огромен. И если со смысловым контекстом выступления сейчас разбирается дисциплинарная комиссия, следующее заседание должно состояться в понедельник, то представители пациентских организаций предлагают посмотреть на контекст проблемы в целом. Это выглядит действительно как геноцид. Геноцидом Юрий Андреев называет отношениями здраво к больным, которые нуждаются в лечении за границей. Таких сейчас в очереди 30. И многие не дожидаются помощи. Люди все время вынуждены бороться за шанс сохранять жизнь. И выделенные суммы на лечение – это их заслуга. Да и к распределению Минздравом денег на лечение украинцев за границей есть вопросы. Близко 300 млн. неэфективно использованных денег. Из них 286 неэфективно и 24 с порушением законодательства. Есть цифра еще иная. 200 млн. вообще не использованных. В конце 2017 года на рассмотрения Министерства охраны здоровья, а именно по программе лечения за кордоном, осталось 20 млн. грн. И вместо того, чтобы оплатить кольким людям их операции за кордоном, чиновники Министерства, члены этой комиссии, приняли решение повернуть деньги до государственного бюджета. Когда они повернули деньги, они получили за это премию, как за заэкономленные деньги. Еще одна претензия к Минздраву – это постоянное затягивание сроков. Февраль этого года – очередной скандал. Дожидаясь своей очереди на лечение за границей, умер мужчина. Деньги помочь этим людям на счетах Минздрава есть. Но в Министерстве полтора месяца не могут собрать комиссию. Созвали только после публичного резонанса. Что такое неторопливость нашего Минздрава в срочных вопросах, знает и Наталья. Она пытается попасть в очередь на лечение за границей. У женщины рак крови. Вспоминают, после услышанного диагноза, Наталье казалось, что ее поместили в чужую историю. Все, что ты знаешь о лейкозе, все, что я знала о лейкозе, это то, что ходят в метро и просят подаяния, просят помощи детям. Наталья прошла курс химиотерапии. За деньги, собранные в соцсетях. Это приостановило болезнь. Но чтобы ее победить, нужно немедленно, в период ремиссии, сделать пересадку костного мозга. Мой врач сказал, что у меня есть две недели. Но суммы в сотню тысяч евро, которые выставляют зарубежные клиники, звучат как приговор. Наталья с мужем узнала о госпрограмме, которая должна оплатить все расходы и начала подготовку документов. На их оформление у меня ушло порядка две-две с половиной недели. Еще неделя уходит на то, чтобы эти документы приняли. А уж ответа Наталья ждет больше месяца. Либо на телефон никто не отвечает, либо уже кто-то взял и говорят, что ждите, звоните завтра. Ты звонишь на следующий день, сталкиваешься с тем, что тебе говорят, хватит нам звонить, мы здесь работаем. И это только попытка встать в очередь. Но даже попадание в списки не гарант получения помощи. Черга абсолютно закрыта. Людина даже не знает, какой у нее порядковый номер в черзе. Мы не выключаем, что может происходить перестановка человека в этой черзе в вручном режиме. Больше не может ждать и Кира. Время против нее. У девочки долгожданная ремиссия. И она наконец готова к пересадке, но... Счет нам выставили 120 тысяч евро. Родители Киры тоже хотели обратиться к государству. Но их остановили уже на старте. Муж ездил, подавал документы 23 апреля. Они месяц только шли в Запорожье, хотя должны идти два дня. Почему? Ответ шокировал. Уже где-то через две недели нам сказали, что у них напряженка с конвертами. В тот же день отец Киры выехал разбираться с чиновниками. Его не пустили, не вышли и ничего не объяснили. Она наш единственный ребенок и от этого зависит ее жизнь. И хотя Кира сильная... Посмотри, сколько у меня семей. Много. Больше, чем у тебя. Ей нужна помощь. И пока чиновники и политики при власти решают, кому жить, конвертируют шансы на здоровье в деньги и разбираются с контекстуальными нюансами, Кира верит в спасение и мечтает стать врачом. Что ты будешь делать? Осеннее лечить. Алина Булатова, Андрей Ярковой, Олег Неведомский. Подробности недели телеканал Интер. На вопрос о дальнейшей судьбе Линчевского ответил сегодня в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству премьер Владимир Гройсман. Он считает, что решение об отставке Линчевского, а именно этого требуют депутаты, может быть принято без эмоций только после справедливой оценки. Высловивание, оно меня тоже турбует и бантажит как человеку. Потому что я считаю, что мы должны иметь співчуття до чужой беды. И самое главное не просто співчувати, а быть готовыми допомогать. Долати те трудности, с которыми может стыкнуться будь-хто. Особенно, когда мова идет про онкозакворение. Я передав звернение до Комиссии Верховного Корпуса. Я прошу всех депутатов, будь ласка, послушайте весь выступ там порядка 10 хвилин, который был на Раде этого заступника, и мы разом с вами приймем спільное справедливое решение. И я просил бы только единого, это справедливости. Почему вообще мог возникнуть такой скандал из-за финансирования лечения онкобольных? И кому еще критически не хватает финансирования в украинской медицине? Обсудим с Ириной Сысоенко, заместителем главы Комитета Верховной Рады по здравоохранению. Ирина, сегодня наш гость. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Ирина, вот ваш прогноз. Чем закончится этот скандал с Ленчевским? Его отставка реально и нужна ли? Я считаю, что в нашей стране чиновникам высокого уровня не хватает очень важной качественности. Это ответственность. Каждый человек может ошибиться, и это правда. Но когда ошибается человек, по сути, от деятельности которой зависит непосредственно жизнь и здоровье граждан страны, то права на ошибку тут никто не имеет. И если, правда, происходит определенная ошибка, сказав не так, висловив все неверно, но это привело к тому, что втрачается доверие в население, до такой посадовой особи, от которой, правда, зависит управление системы охраны здоровья, я считаю, что нужно просто иметь ответственность и просто писать заявку и идти самостоятельно в отставку. Потому что протягом этого неделя мы все видим, как и премьер-министр, и все задействованы в процессе разбора того, а ли он так сказал, или он сказал иначе, что он имел на увазе. Я считаю, что государство и Министерство охраны здоровья должны сейчас заниматься этим, что сказал главный министр. Они должны негайно делать программу онкологии, борьбы с болезнью. И хочу сказать, что только в Украине от онкологии, от рака, справа люди умирают. В всех других развитых странах онкология является тем заболеванием, которое ликуют, и после того, что много лет люди живут. Поэтому я считаю, что ответственность за свои действия и за свои помощи сегодня должна быть приоритетной и просто нужно брать и идти в отставку. И так было бы в любой нормальной стране. В цивилизованной стране, безусловно, скорее всего, так бы и было, конечно. Ирина, вот если внимательно послушать Линчевского, там понятно, что он говорит, в общем-то, о сумме, которая нужна для спасения онкобольных, в общем-то, абсолютно небольшой, конечно же, в масштабах страны. Это десятки миллионов долларов, да? У меня вопрос в догонку. Не такая ведь большая сумма, да? Почему мы ее обсуждаем? И почему Минздрав не выходит с инициативой увеличения этой суммы, да, этих дотаций, для того, чтобы вообще подобных вопросов не возникало? Так, вы знаете, на жаль, борются постоянно за выдатки системы охраны здоровья и эти программы по борьбизалу с хворобами, которые не лекуются, лекованием за кордоном. И по другим финансовым выдаткам борются постоянно не Министерство охраны здоровья. Борются народные депутаты, борются профильные комитеты охраны здоровья, будь-хто, но не Министерство охраны здоровья, на жаль. Но на самом деле верный шлях – это то, что с самого начала государственный бюджет Украины мает покрывать выдатки, которые касаются, в первую очередь, збережения жизни и здоровья граждан государства. И, на жаль, эти выдатки постоянно формуются за остаточным принципом и покрывают лишь 20-30% от потребы. И потом, в протяжении года, и люди, и народные депутаты, и все другие стоят с протягнутой рукой возле стен уряда и просят просто милостыне долевого коста в бюджете. Ирина, к сожалению, давайте будем говорить правду. Люди, к сожалению, не просто с протягнутой рукой стоят. Они, к сожалению, еще и умирают от этого недофинансирования. И, к сожалению, не так редко. Но вот если говорить о других сферах в медицине, где еще вот такие взрывоопасные места, да, уже сейчас заложены, где не хватает денег катастрофически на сегодняшний день? Катастрофично не хватает денег, потому что их просто взагалі не имеет ни одной копейки, это на программу экстренной медической помощи. То есть, государственный бюджет, второй год, не финансирует фундаментальную программу, от которой зависит физическое существование каждого человека. Это программа экстренной помощи. Это вопрос, если приедет экстренная помощь, машина с лекарем, с наявностью обладнания до пациента после инсульта, инфаркта, ДТП, или не приедет. И я борюсь за эту государственную программу, за финансирование с держбюджетом уже второй год. И я рада, что парламент проголосовал в антикорупсийный суд, потому что тогда премьер-министр остается на своей посаде. И премьер-министр дав обещанку мне про то, что все же таки уряд найдет в этом году государственное финансирование на эту основную программу экстренной медичной помощи. Кроме этого, также нужно принимать программу с борьбой с онкологией и много чего, что уряд недопрацовывает по вопросу охраны здоровья. Ирина, но в Кабмине и в коалиции говорят, что пересмотр расходов бюджета возможен только по итогам хотя бы 8 месяцев этого текущего года. Получается, что может возникнуть ситуация, что в этом году ничего и не решится? Вы знаете, у нас, на жаль, как всегда медицина за остаточным принципом и все происходит за принципом, что решают политики. И, на жаль, никто не ориентуется, а какая потребность людей в тот момент, пока они думают, когда сами собираться, когда голосовать за изменения до того же бюджета, мы втрачаем население нашей страны. Тоже я буду бороться за то, чтобы это произошло до того, как парламент пойдет в летние каникулы, потому что это должно случиться до 13 липня. Мы обязаны принимать изменения до держбюджета проголосовать, сближать выдачи на программу ликования за кордоном, найти деньги на программу экстренной медической помощи и сделать все, чтобы за этот час, пока там думают политики, коалиция и уряд, все же таки люди были финансово обеспечены ликами и всем необходимыми. Ну что ж, я могу пожелать вам только удачи в вашей борьбе. Спасибо. Ирина Сысоенко, замглавы комитета Верховной Рады по здравоохранению, отвечала на мои вопросы. Спасибо, Ирина, что нашли в РИНах. Продолжается и очередной скандал с «Нафтогазом». Колоссальную долларовую премию для руководителей монополистов обсуждали сегодня в парламенте. Украина еще даже не успела почувствовать результаты стогонского арбитража и получить хотя бы какие-то живые деньги от «Газпрома», но топ-менеджеры «Нафтогаза» уже делят премию – 45 миллионов долларов. Владимир Гройсман назвал сегодня такой размер выплат чиновникам перегибом. НАК – компания, которая управляется незалежной наглядовой радой. И это компетенция не уряда, а незалежных рад. Я тоже был занепокоен и остаюсь занепокоен таким решением. Поэтому я направил лист официального в незалежную наглядовую раду с тем, чтобы они переглянули свои решения и проинформировали Кабинет Министерства Украины. Я ожидаю ответы на это вопрос. И я не поддерживаю такой политики высоких винагарод, потому что считаю, что они не на часе. Я наголошу, что моя позиция здесь абсолютно четкая. Это перегиб, я считаю. И я направил это обратно к наглядовой рады. Внимание, коммунальные аферисты! В Украине появился новый вид мошенничества. Фейковые ОСМД – объединение совладельцев многоквартирных домов. Казалось бы, прекрасную альтернативу устаревшим ЖЭКам ушлые дельцы превращают в свой личный бизнес, а упрощенную процедуру оформления ОСМД в легкий путь к преступной схеме. Кто уже стал жертвой коммунальных махинаторов и как не попасть в их ловушку, Инна Томина расскажет. У нас большой дом, у нас дом перспективный. У нас есть на чем зарабатывать, ну в каком плане. У нас есть подвалы, у нас есть территория, у нас есть арендаторы. О том, что на все это коммунальное добро, неожиданно позарились аферисты, жильцы дома на столичном проспекте Победы узнали совсем случайно. Пришли и поздравили нас с образованием ОСМД. Этот коммунальный детектив начался три месяца назад, когда мошенники зарегистрировали липовое ОСМД – объединение совладельцев многоквартирного дома. Причем липу аферисты слепили грубо, без мастерства, но с фантазией. На бумаге якобы провели собрание жильцов, подделали подписи и для галочки написали информацию о доме. Правдивым в документах был только адрес многоэтажки. Все эти протоколы, все вот эти статуты, все это одни и те же подписи. Вот эта подпись, которую мы смотрели, она фигурирует во всех протоколах. Создали это ОСМД совсем посторонние люди, живущие в другом месте. Да и оформили все даже не в столице. Киевским домом управлять решили из Ирпеня. Более того, по такой же схеме за один день оформили почти два десятка столичных многоэтажек. Мы ездили, кстати, в город Ирпень посмотреть, где произошла регистрация. Это частный сектор, сарай на углу какой-то улицы. То есть там даже дома жилого нет. Жители, которых помимо воли осчастливили ОСМД, кинулись в киевскую городминистрацию. Там посочувствовали и развели руками. Мол, помочь ничем не могут, ведь многоэтажки – это частная собственность. С действием регистрационные действия один и тот же регистратор в городе Ирпень, который после того, как эта ситуация набыла разговора, освобождался с администрацией. И начальник отдела регистрации тоже освобождался. Но до увольнения регистратор успел утвердить устав и полномочия назначенных управляющих. Документ позволяет без общего собрания жильцов проводить денежные операции до миллиона гривен. А еще распоряжаться чердаками, подвалами и техническими этажами. Брать кредиты и даже устанавливать свои тарифы на коммуналке и обслуживание. 328 картин. В среднем, если собирать деньги на коммунальные услуги по тем нормативам, которые есть, 5,9 они снимают, это порядка где-то между 150 и 200 тысяч гривен ежемесячно. Вот с этого они начинают. Они вот в эти дома присылали уже платежки со своими данными. То есть люди платят, не зная, куда они платят. И если в доме на проспекте Победы подставные управляющие еще не успели нахозяйничать, то другим жителям фейковых ОСМД повезло гораздо меньше. Некоторые даже свои квартиры рискуют потерять. Например, у подвала дома выбрано землю и порушено фундамент. То есть конструктивные элементы порушены для того, чтобы увеличить высоту этого подвала, чтобы сдать его в аренду. Также там есть прикрыл случай, когда женщина сейчас в суде отсудит свою собственную квартиру. И для таких коммунальных мошенников сейчас благодатное время. Во-первых, есть где разгуляться. А в столице так особенно. В Киеве примерно 14 тысяч многоквартирных домов. Из них в 12 тысячах этажек. То есть 12 тысяч домов нуждаются в 12 тысячах ОСББ. Вот за все эти годы создано там 2000 ОСББ. И там было 960 копиративов. Во-вторых, саму процедуру создания ОСМД сейчас значительно упростили. Регистратор не проверяет действительность, подпису, действительность каждого документа. Заявник, который подает, несет юридическую ответственность за справедливость данных, которые там значены. Упростили процедуру исключительно ради благих целей. Только вот в эту лазейку беспрепятственно проникают аферисты. И с легкостью заверяют поддельные документы, как в доме на проспекте Победы. И хуже всего, что бороться с мошенниками довольно сложно. Но способы есть. Первым делом нужно идти в полицию и подавать в суд. Второй путь. Жильцы собираются в таком доме, в проблемном, в котором создали фиктивное ОСББ, или подложное ОСББ, незаконно. Они собираются и голосуют, что 51% квадратными метрами. Они собираются и голосуют, что мы принимаем решение про скосование створения объединения. Мы голосуем другим вопросом за створение объединения нового, выбираем голову и регистрируем. То скосовываем, соответственно, можно без судов обойтись. Главное, чтобы люди договорились в доме, нашли эти 51%. Еще один вариант обратиться в антирейдерскую комиссию при Минюсте. Там могут аннулировать ОСМД «Призрак». На жаль, практически все из 15 поданных заяв были Минюстом повернуты, то есть не принято решение про скосование. Но в Минюсте своя правда. Говорят, государственных регистраторов уже два года назначает местная власть. Нечестному чиновнику из Ирпеня заблокировали доступ к базам. И теперь разбираться с ним должен суд. Мы выявили порушение в процедуре регистрации и скасовали такую регистрацию. И вот, до речи, я хочу напомнить всем, кто обратится к антирейдерской комиссии, на жаль, у нас есть скарги по ОСББ от людей, которые мы не можем допустить до расследования с формальных знаков. То есть скарга неправильно оформлена. Но главная проблема в равнодушии самих жильцов. Большинство украинцев не интересуются своими правами и не знают, что из имущества дома принадлежит им по закону. Общество находится, к сожалению, в обмане, что кто-то за них что-то решит. Общество находится в обмане, и люди, и жильцы находятся, что это не их, что они не могут решать у себя в подъезде. А такое общее незнание – прекрасное поле для тех, кто отлично знает и свои, и чужие права, и умеет лихо обходить закон, зарабатывая настоящие деньги на липовых документах и человеческой наивности. Инна Томина, Андрей Ярковой и Олег Неведомский. Подробности недели – телеканал «Интер». Очень странная все-таки семья Зайцевых из Харькова. На этой неделе пьяным за рулем поймали еще и брата-виновницы кровавого ДТП Елены Зайцевой. Шесть человек погибли в октябре прошлого года, когда автомобиль Зайцевой после столкновения с другой машиной вылетел на тротуар и сбил пешеходов. И вот теперь брат. Убийцы под градусом – одна из частых и особенно страшных причин ДТП. Несмотря на то, что власти регулярно усиливают ответственность за алковождение, а сам по себе этот факт, отягчающий обстоятельства, пьяных аварий меньше не становится. Почему? Любовь Кукла расскажет. У вас были признаки алкогольного опьянения. Это как вы увидели? На телепатическом уровне. Прекрасно я написал МВД и Минздрав. Да мне на ваша МВД. Я его не придумывал. Похуй, ну знаешь. Что, так плохо, что ли? Я хочу выпить пивка. В чем вопрос? Ж**а мне посвятила. Тибет, м*****. Ты, м*****, рыгал, м*****. А вы употребляли сегодня спортные напитки? Заглушите, пожалуйста, мотор. Внимание всем по круглям. Порш Каин, черного цвета. Шокирующие сводки, которые стали привычным новостным фоном. Ежедневно погибшие и раненые. Не на фронте, на украинских дорогах. Наша страна один из лидеров по количеству ДТП. И почти треть из них это пьяные аварии. Пьют очень многие водители, к сожалению. Далеко не все попадаются. Выпил, не садись за руль. Это правило не для всех. Причем были смешные случаи, когда, например, авария трезвая, но останавливают понятого, и он оказывается пьян. Второго понятого он тоже пьян. Пьяные и поэтому очень смелые. Их алкоподвиги становятся хитами интернета, а сами они звездами Ютуба. Она говорит о том, что нахрене лицо не несет. Просто был в шоке от того, что меня остановили. Вот. И мне пришлось просто выпить пиво. Не жмем. Смотри, а доллар, блядь, сто, десять, двадцать, двадцать. Но ни такая слава, ни наказание выпивок не учат ничему. И, к сожалению, этот фарс часто становится трагедией. По нашей практике, по тому, что мы наблюдаем, порядка 60% аварий, которые фиксируются с летальным исходом, это пьяные. Эта жуткая авария произошла два года назад под Киевом в городе Василькове. Три дня назад было двороковики убили. В стельку пьяный водитель на огромной скорости вылетел на обочину и сбил двух девочек-подростков, Настю и Диану. Мы шли по обочине, по тротуару. Мы по тротуару шли. В магазин заморозили. Метры в семь были. Из низ бюкборд, из низ бордюр. Пив метровый, выкорчевал. И впечатал их в забор. Велосипед под машину. Их впечатал в забор. Люди чуть не устроили самосуд над водителем. Позже выяснилось, он сел пьяным за руль. После того, как отметил рождение ребенка. Виновника аварии приговорили к 10 годам тюрьмы, хотя родственники погибших просили пожизненного наказания. Сегодня нельзя забыть. Сегодня не можно было пережить. Проходя каждый день мимо школы, там, че одноклассники, че звонки чуешь. Думаю, что я бы... Чего бы нас встречала, як ты за работой. Идешь, як нагуляла я за работой, что она меня всегда встречала. Но именно эта трагедия в Василькове стала поворотным моментом. Резонанс был настолько большой, что в итоге парламент ужесточил наказание за вождение в нетрезвом состоянии. Если нетрезвым за рулем поймали впервые, штраф 10 тысяч гривен и лишение прав на год. За повторное нарушение 20 тысяч и лишение прав на 3 года. Рецидивистов штрафуют на 40 тысяч и забирают удостоверение на 10 лет. Вот только меньше пьяных водителей не стало. Возможно, наказание нужно ужесточить, как за границей. К примеру, в Великобритании езда под градусом обойдется в 6,5 тысяч фунтов. В Дании у пьяниц отбирают машины, а в Германии алкорецидивистов даже заставляют пройти идиотен-тест, чтобы проверить, насколько адекватный человек, если ему приходит в голову, в который раз садится за руль пьяным. Но жестче всех с пьянством на дорогах борются в Китае. За это могут даже расстрелять. Впрочем, все это в украинских реалиях не работает, потому что, во-первых, нет должного контроля. Вот в этом плане нужно, конечно же, возрождать так называемые пункты трезвости. Это опыт западных стран, опыт восточных стран. В том же Китае, например, есть массовые облавы, когда по 10-15 полицейских просто останавливают всех подряд и хотя бы визуально на нюх смотрят на наличие алкогольного опьянения водителя. А во-вторых, у наших водителей нет ощущения неотвратимости наказания. Это произошло 24 августа. Сташу и ее подругу Алину сбили прямо в центре Киева. Мы с подругой спускались по Владимирскому спуску. Мы спускались вниз на почтовую площадь, с Европейской площади. И машина, поднимаясь наверх, заехала на тротуар, сбила нас. Потом, я не знаю, скорость такая огромная была. Он вылетел на горку, потом его вынесло вниз. И он через всю дорогу переехал, ударился в бровку и перевернулся. И водитель оказался пьян. Провели анализы, тесты сделали. И оказалось, что у него в крови там 0,5-0,7 было промилле. Прошел почти год. Без суда и без виновных были бесконечные больницы и аптеки. Иметь крышу в суде или прокуратуре, или иметь деньги на хорошего защитника. И тогда легко можно уйти от наказания за пьяную езду. У нас на этом даже юридический бизнес процветает. За умиренную плату адвокаты легко научат, как оспорить протокол или вернуть права в обход закона. Но иногда водители делают такие хитрощи. И они приходят в мерею и говорят, что у меня там выкрыли посвящение водителя, делают дубликат. И потом, если даже забирается посвящение водителя, он ездит и полициантам показывают дубликат. А некоторым украинским водителям точно не помешал бы немецкий идиотен-тест. Яркий пример – случай в Харькове, где на днях задержали брата Елены Зайцевой, Василия, пьяным за рулем. В то время, как сама Зайцева, из-за которой погибли 6 человек, уже полгода в СИЗО. Любовь кукла Сергей Килимник, Оксана Алексеева и Степан Маслов. Подробности недели. Телеканал Интер. Невосполнимая потеря недели. Ушла Кира Муратова. Действительно великий режиссер, чья работа связывала Украину с мировым киноискусством. Так получилось, что у нее не было пафосных кинонаград, по которым сейчас привыкли судить о значении режиссеров. Ни Оскара, ни золотой пальмовой ветви. Но Муратова была настоящим, большим создателем кино. Со своим киноязыком и своим неповторимым киномиром. Самая известная картина режиссера. Астенический синдром, настройщик, мелодия для шарманки. Ее фильмам и ей самой было сложно. В условиях советской культурной несвободы. Один из критиков очень метко назвал фильмы Муратова, я процитирую, первыми несоветскими. Это важно. Не антисоветскими, а именно несоветскими. Кира Муратова начала снимать еще в 60-х годах. А последний свой фильм представила в 2012. Как бы ни менялись эпохи, ее домом оставалась Одесса. Сегодня там прошла закрытая церемония прощания с Кирой Георгиевной. Большая семерка превращается в формат 6 плюс 1. Все ополчились против Дональда Трампа. Чем закончится противостояние и почему Украина может потерять из-за него миллиарды долларов? Обсудим сразу после рекламы в следующей части нашей программы. Подробности недели снова в прямом эфире. Спасибо, что дождались. Все против Дональда Трампа. Так можно коротко охарактеризовать встречу большой семерки в Канаде. Ну, по крайней мере, если делать выводы по заголовкам информагентств. Что же в действительности происходит на саммите? Вот есть даже сообщение, что Трамп уже отменил встречу с президентом Франции Макроном. Ответы на все вопросы наверняка знает Дмитрий Анопченко. Он наблюдает за саммитом семерки и сейчас с нами на прямой связи. Дмитрий, приветствую. Так, чего ждать от мировых лидеров? И вот сегодня появились новости о том, что Трамп якобы пообещал вернуть Россию в большую семерку. Вот как на саммите восприняли такое заявление? Ну, во-первых, скажу, коллега, что действительно встреча с Макроном была отменена. Мне это подтвердили в президентском пуле Белого дома. Это действительно вот такой месседж французскому президенту. Неформальный месседж, мол, у карате язык много говорить не нужно. Ну, а говоря об этих словах, об этом заявлении, которое сегодня всполошило мир, оно спутало карты и здесь, на саммите. Планировалось, что Россию, российский вопрос будут обсуждать в рамках сессии по кибербезопасности. И параллельно потом уже поговорят о взаимоотношениях с Кремлем. Но неосторожные слова Трампа сказаны практически перед вылетом. Мол, Россия была в большой семерке, ее выгнали, теперь ее нужно возвращать. Действительно, все здесь обсуждают это изменит и месседжи, и повестку дня. И наверняка всю неделю об этом будут и политологи, и СМИ, и все, кто угодно говорить. Мне было интересно, вот смотрите, такая сухая фраза, а при каких обстоятельствах и почему она была сказана? Я связался с журналистами, которые освещают поездку Дональда Трампа, и они, в общем-то, эти вопросы задавали. Они мне сказали, что это был экспромт, вопрос, не согласованный с прислужбой Белого дома. Перед вылетом президента журналисты выкрикивали вопросы, в частности, выкрикнули и этот. И президент симпровизировал, сказал, да, Россию нужно возвращать. То есть, в принципе, вот это важно. Это не был месседж заранее продуманный для того, чтобы создать какой-то информационный фон перед прилетом. В любом случае, слова прозвучали, что сказано, то сказано. И теперь это и будет здесь обсуждаться, и, конечно, вызовет определенные осложнения между участниками Большой Семерки. Но осложнений этих и без того хватает. Вот об их отношениях, об их конфликтах и о том, что происходит за кулисами вот этого большого зала, я и расскажу в моем сюжете. Смотрите. Если участники нынешнего саммита не смогут договориться, то хотя бы пейзажами полюбуются. Шутят канадцы. И вправду, природа здесь невероятная. Это горный район с живописными скалами и лесами. Аккуратные домики и пастбища, где еще со времен первых колонистов выпасают стада. И все выглядит так, словно время замерло. Водопады, полюбоваться которыми, приезжают издалека. Вот только сейчас приезжих тут нет. В Шар-Леруа, за житочном прибрежном городке, в полутора часах езды от Квебека, жизнь остановилась. Дома пустые, закрытые двери, заколоченные окна. Здесь проходит граница оцепления. И словно в голливудских блокбастерах, часть города отрезана стеной. Металлическая сетка в два человеческих роста, за которую можно попасть только по спецразрешению, миновав несколько кордонов полиции. Силовиков здесь сейчас куда больше, чем местных жителей. Копов тысяч десять нагнали. А у нас тут всего восемь тысяч человек населения. Да и то многие разъехались. Но ничего, держимся. Продержаться местных жителей сам Джастин Трюдо. Невероятно популярный тут премьер-министр попросил. Приезжал в провинцию на несколько дней, уговаривал людей потерпеть, обещал расцвет туризма, когда о городке во всем мире узнают. Хорошо бы, мечтательно сказали местные. Ведь гостей есть где принять. В том же похожем на крепость огромном отеле, где сейчас участники саммита остановились. Близко к зданию не подойти, его только с дрона сейчас и разглядеть. И в этой уединенности есть свой смысл. И политики смогут поговорить без лишних ушей, и протестующие сюда уж точно не доберутся. Мы не съем! Я знаю, что не съем! Мы не съем! Антиглобалисты действительно до Шар-Леруа не доехали. Выходят на протесты в Квебеке. Тут центр города парализовали демонстрации. Политика «Большой семерки» создает проблемы невероятному количеству людей во всем мире. Уничтожает планету и тех, кто живут на ней. Все это приносит людям страдания. Окружающая среда так вообще на грани катастрофы. Мы обязаны реагировать. Организаторы саммита настолько боялись провокаций, что даже спецназу дали команду надеть противогазы и оцепить международный пресс-центр. Но все обошлось. Пока что. Возможные протесты и беспорядки – это то, что заставило местных жителей разъехаться. Лишь бы в эти выходные избежать соседства с Трампом. Мы им всем, в принципе, рады. Всем шестерым. Разве что за исключением Трампа. Месье Дени шутит. С его двора, словно из портера, лучший вид на события саммита. Он специально на уикенд приехал в родной городок. Прямо на границе оцепления – дом его родителей. Уехать отсюда старики не решились. Они уже месяц волновались, как пережить эти дни. Я к родным из Монреаля сейчас приехал поддержать. Ну ничего, у нас ведь лучшие места, чтобы увидеть это шоу. А в том, что шоу стоит ждать, и канадская встреча спокойной не будет, сомнений нет. Вопрос только в том, насколько конфликт между первыми лицами станет публичным. И Меркель и Трюдо уже откровенно сказали – переговоры будут непростыми. Саммит только начинается, а Франция уже намекает, мол, не уверена, что подпишет итоговый документ. Или наоборот, все шестеро, мол, подпишут, но без Вашингтона. И все из-за обид на Трампа и его новые пошлины. В кулуарах саммита шутят, мол, это уже не семерка, это шесть плюс один. А возможно и шесть против одного. Но как поведет себя американский президент? Уступит или будет еще больше добить? Скорее всего, даже он сам не решил. Видимо, будет импровизировать. И этот политический экспромт вполне может к развалу большой семерки привести, если все слишком осложнится. Да, накануне встречи с Кимом, а вылет на нее по плану сразу из Квебека, осложнения с союзниками Дональду Трампу не нужны. Да, канадцы сделали все, чтобы сделать и пребывание гостей из Вашингтона, и повестку дня максимально комфортными для него. Но результат ведь все равно не предугадать. Говорят, в местных барах даже новый коктейль по этому случаю в меню добавили. Рядом с кровавой мэри предлагают непредсказуемого Дональда. Микс, после которого не знаешь, что и будет. А вот в самом Шар-Леруа владелица тамошнего паба, мадам Патриша, пожалуй, единственная, кто рад беспрецедентным мерам безопасности. Да, туристов сейчас нет. Зато постоянно то полиция зайдет, то пожарные, то спецназ. Еда просто разлетается. В основном на вынос. Уже и запасы опустили. И смешно так, одни мужчины, а коллектив у нас тут женский. О мужчинах и новых клиентах, и заезжих в премьер-министрах за приготовлением еды и судачат. По-соседски. Ведь главное мировое событие этих выходных проходит прямо у них на глазах. Внутри тщательно контролируемого периметра, где у политиков разве что эмоции не получается контролировать. Из Канады Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Еще один голос в защиту Олега Сенцова. Глава Европейского совета Дональд Туск призвал лидеров Большой Семерки выступить в защиту украинского режиссера. Напомню, Сенцов голодает уже 24-й день. Он отбывает 20-летний тюремный срок в России по обвинению, которое не имеет под собой никаких оснований. Ну а украинский амбудсмен Людмила Денисова обратилась к российским чиновникам с просьбой организовать ее встречу с украинскими политзаключенными. В том числе и с Романом Сущенко. На этой неделе в Москве Сущенко огласили приговор. Очень жестокий. 12 лет тюрьмы. Это практически убийство. Родственники украинского журналиста говорят, что его здоровье уже серьезно ухудшилось. Начались проблемы со зрением и зубами. Как освободить Сущенко и что для этого делают, выясняла Ирина Баглай. 12 лет колонии строгого режима за шпионаж в пользу Украины. Это приговор российской Фемиды. Свою вину Роман Сущенко до последнего отрицает. Надежда на справедливый суд не питал и к вердикту был готов. Роман абсолютно ни в какой не депрессии. Он человек взрослый, прекрасно понимал, с чем он имеет дело. Роман все время, с самого начала надеялся на то, что его выручат украинское государство. Это не секрет. И поэтому на это он в большей степени рассчитан, а не на российский суд. А дело пришлось иметь с российскими спецслужбами и предательством одного из самых близких людей. Романа арестовывают в Москве осенью 16-го, куда он приехал к родственникам. Украинский журналист с военным прошлым оказался слишком удобной мишенью для ФСБ. Роман окончил военно-инженерное танковое училище. Недолго служил, но вот уже 20 лет, как ушел в журналистику. С 2002 года Сущенко работает в Украинформе. Переезжает в Париж, как спецкор агентство во Франции. Людина делала свою работу. Людина писала информации, новинки, я же скажу, до тысячи минимум на год. Людина писала острые материалы про наши отношения Украина, Россия, Франция. Острые темы не обошли в разговоре и два старых друга в канун ареста Романа. Тогда он и не подозревал, что сказанное в беседе с товарищем станет главным доказательством для обвинения в шпионаже. Они знакомы с 25 лет, там жены их были знакомы. Этот человек сотрудничал с органами, спецслужбами российскими. Сам инициировал встречи с Романом, приглашал его из Парижа. Абсурдность обвинений шокировала и коллег Романа. Ведь, по сути, любого журналиста можно обвинить в шпионаже. Когда нормальному журналисту скажут, ты знаешь, у меня есть бомбовая информация, прийди, я тебе покажу. Но нормальный журналист пойдет. Тем более, он пойдет, если его покличает человек, который он доверяет. Роман интересовался новосозданной Росгвардией. Узнавал у своего друга, готовится ли наступление боевиков на украинский Мариуполь. Это отрывки обвинений, которые звучали в адрес Сущенко. Но после оглашения приговора защита так и не получила полный письменный текст вердикта. Сам судебный процесс был закрыт, и масса адвокатов взяли расписку о неразглашении. Граница между журналистской работой и шпионской, с точки зрения российских спецслужб, очень-очень зыбкая. Шпион, сотрудник главного управления разведки Украины, российское следствие упорно не замечает журналистскую деятельность Романа. Как и официальное заявление украинского Минобороны о том, что Сущенко не служит ни в одном воинском подразделении. Это дело продуманная заготовка, уверены коллеги Романа. Все 20 месяцев, которые Сущенко провел в Лефортово, его друзья не питали иллюзий. Там такая коральная машина. Тебе затримали, ты бы все дно засули. Пока шло следствие, ФСБ всячески подыгрывали и российские СМИ. Они якобы никак не могут найти публикации Романа. Они говорят, вот мы нашли на сайте только там 5 каких-то его работ Романа. То он же журналист информационного агентства. Невже вы не знаете, как делятся новины информационным агентством? Там главное, это твоя швидкость и профессиональность подачи короткой новины. Она не подписывается. В ответ на эти вбросы российских СМИ дочь Романа Сущенко скрупулезно собирала все ссылки. В списке десятки его работ. Юлия, как и отец, журналист-международник. За полтора года она виделась с ним лишь несколько раз в СИЗО. Мама виделась пять, а я где-то четыре. Каждая долгожданная встреча была испытанием. Это могло быть полчаса, могло быть два часа. И, соответственно, свидание обрывали резко. Теперь отдельной страницей в отношениях с семьей стали тюремные письма и рисунки Романа. Папа рисовал просто на обычной бумаге формата А4. Ручками, черной и синей, простым карандашом. Но поскольку хотелось добавить каких-то красок в эти картины, чтобы они были более живые, более какие-то позитивные. И объемный отец использовал естественные красители. То есть это сок буряка, шелуха лука, чай, кетчуп, стиральный порошок. Юля еще не говорила с папой после оглашения приговора. Но у семьи появилась надежда, что приговор позволит перейти в другую политическую плоскость в вопросе освобождения Романа, когда заговорят об обмене. Главное, чтобы отец вернулся домой. Кирилл Вышинский, главный редактор РИА Новости Украина. Его арестовали в Киеве и обвинили в госизмене и поддержке так называемых ДНР и ЛНР. Именно он может, по мнению адвоката Сущенко, стать претендентом на обмен. Переговоры-то идут, на самом деле. Москва заинтересована возвращением Вышинского в Россию. А, само собой, у Украины есть интерес в отношении не только Романа Сущенко. В конечном итоге решать будут два президента – Путин и Порошенко. Сущенко, Сущенко и десятки других украинцев. Все на первом месте на обмен, говорит Ирина Герасченко. Взамен Украина готова отдать 23 задержанных россиянина. Но Москва пока молчит. Цего тижня еще раз надеслала представнику Российской Федерации в тристоронней контактной группе Грызлову с переликом прозвищем 23 россиян, которые находятся в пенитенциарных установах украинских, с проханием негайно надать Украине ответ. При этом Украина готова идти на уступки и не дожидаться вынесения приговоров обвиняемым россиянам. Украина, для освободения наших героев, готова до широких компромиссов. И все это предметом переговоров. Если две стороны готовы сидеть за стил переговоров. В ближайший месяц-полтора многое может решиться, потому что, ну, тут и чемпионат мира по футболу может помочь. Потому что все-таки Кремль должен демонстрировать некое гуманистическое начало в рамках вот большого такого спортивного международного соревнования. В таком случае Роман Сущенко должен будет отозвать свою жалобу и просить помилования. Ирина Баглая, Даниль Косаковский. Подробности недели. Телеканал Интер. Президент Украины Петр Порошенко встретился с семьями украинцев, которые остаются заложниками в России и на оккупированных территориях, на Донбассе и в Крыму. Президент пообещал, что вопрос о заложниках будет первым на встрече министров иностранных дел нормандской четверки 11 июня. В понеделок Павло вирушает на встречу министров закордонных дел стран нормандского формата. И первым вопросом, кроме проведения миротворческой миссии, и кроме режима прекращения огня и имплементации Минских угод, первым вопросом, вопрос о заложниках. Мы уже согласились, координовали нашу позицию, что и французы, и немцы нас в этом поддерживают. А вот огонь на Донбассе не прекращается. После очередного обстрела боевиков прекратила работу Донецкая фильтровальная станция. И Авдеевка, и окрестные поселки вновь без воды. Противник не прекращает атаки на мирное население. В паузе между боями из поселка Пивдене пришлось эвакуировать людей. Наш военкоргин Адививденко побывал в одной из самых горячих точек фронта. Офицер Сергей Белорус, родом из Минска, но давно живет в Украине и служит своей новой родине. Сейчас он в одной из самых опасных точек на передовой, в Авдеевской промзоне. Донецкая фильтровальная станция, сокращенно ДФС, в зоне его ответственности. Сейчас, после очередного обстрела оккупантов, вновь остановлено водоснабжение Авдеевки. Завтра бойцам нужно прикрывать ремонтные работы. Элемент давления. То есть они рассказывают, что мы стреляем по ДФС специально. Вот здесь совсем рядом находится Донецкая фильтровальная станция. Это постоянный рычаг давления на Украину со стороны боевиков. Однако контролировать мы ее пока не можем, хотя она находится под юрисдикцией украинских властей. Сергей с побратимами на этом участке фронта ведет активную оборону. Молчат до последнего. Только после атак крупным калибром отвечают противнику как следует. Вперед надо идти. Стоять на месте надоело. Так выходим где-то по чуть-чуть, где можем. 20-30 метров вперед. Копаем вперед, выходим. Сослуживец Сергея Александр. Тут в Авдеевской промзоне воюют все мужчины из его семьи. И отчим, и брат за освобождение родного Донбасса. Я сам в Славянск. Все в Славянске начиналось, трошки увидел, все происходило. И поэтому и пошел служить, скажем так. Мечта была такая, чтобы оно все быстро прекратилось. Но это быстро уже пошло на пятый год, скажем так. Быстро не получается. Брат на соседней позиции. Пока идет обстрел, Александр пока с ним связаться не может. Быстрее всего, чтобы было прилет, и ответка началась. Это такое, наверное, просто, чтобы не скучно было. Прилеты идут. Джамиль – крымчанин из Симферополя. Он месяц руководил обороной освобожденного поселка Певденное. Это недалеко от Авдеевской промзоны. Здесь заставили оккупантов поутихнуть. Читкой системой огня. Мы смогли впораться с этим уражением. Мы довольно эффективно. Значили несколько их спостережных постов. И поэтому после того они уже думают, что стоит это делать или нет. Сейчас с Певденов работает миссия БСЕ. А значит, у мирных жителей есть несколько часов тишины после обстрела боевиков. Люди спешно собирают вещи и эвакуируются в Торецк. Стреляют. Жить невозможно. Что тут можно делать? Не выйти, не зайти. Мы на ладони. Как нам тут быть? Ни як. Это вам гараж разбило? Да. Дальше на забор нам ходить нельзя. Потому что там заминировано все. И на украинскую сторону выезжаете? Ну, конечно. Ну, всю жизнь тут прожили украинцы мы вообще-то. Певденное боевики накрыли огнем. Медсестра Александра лично спасла шестерых украинских бойцов. В самые опасные моменты под обстрелами ей удавалось успокаивать тяжелораненых. Мы с ними общались и договаривались попить кофе. Они мне обещали кофе. Ну, и как бы в процессе, типа, мне обещали кофе. Поэтому в любом случае придется как-то выкарабкаться. За неделю с понедельника по пятницу в штабе объединенных сил заявляют о девяти раненых украинских бойцах. По уточненным данным, никто из мирных жителей и военнослужащих не погиб. Геннадий Вивденко, Богдан Савруцкий, Анатолий Воробей. Подробности недели. Телеканал Интер из Донецкой области. На этом все. Спасибо, что смотрели подробности недели. До встречи в следующую пятницу. Субтитры создавал DimaTorzok